Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И сегодня я вам расскажу об антикризисном решении. Но на самом деле это ничего страшного, что я так говорю, антикризисное. Это не значит, что оно некачественное. Это по-настоящему антикризисное решение, потому что очень недорого, учитывая нынешние реалии и достаточно качественная коляска. Сегодня у нас на обзоре она от компании RAND. Модель называется FLEX. Вот, соответственно, рассмотрим мы с вами комплектацию 2 в 1. И перед началом обзора давайте я вам в двух словах технические характеристики, а потом начнем ее изучать. Сильная сторона этой коляски, как вы видите, она не огромная. Это ее компактность и вес, при том, что полноразмерное пространство для ребенка здесь сохранили. Она с люлькой весит весь вот этот вот сетап, который вы сейчас видите, он весит 12 кг. С прогулочным блоком всего лишь 10 кг. Это вес обычной, простой прогулки книжки. Вот. Она как бы с рождения до 3-4 лет. Максимальный вес ребенка она выдерживает 22 кг. Ширина колесной базы у нее 57 см. Поэтому любой лифт, ряды торговые, что угодно, везде нормально вы проедете. И у нее достаточно крупная люлька. 75 на 30. Это вполне себе очень хороший показатель. Так, сверху вниз пойдем, с люльки начнем изучать. У нас в козырьке есть вот такая транспортировочная ручка в эко-коже. Здесь внутри под ручкой нету дырки сквозной туда вниз. Поэтому с этим все понятно, продумали, молодцы. Эко-кожа здесь, эко-кожа на ручке. До ручки дойдем. Козырек тут вполне себе приличный. С таким вот дополнительным бортиком, который можно завернуть, если нужно. Давайте я вот так покажу. Например, так убираем. Есть также большой, большой такой вот закрывающий бортик со смотровым окошком. Это на самом деле далеко не во всех колясках такое бывает. Поэтому 5 баллов здесь, ребята, вообще молодцы. Что касается козырька, есть у нас еще и вот такая вот опция. На одну секцию мы сейчас, я вам покажу, сразу надели. Можем увеличить. И, соответственно, летом будет актуально. Проветривается, ребенок там меньше преет. Комфортно и хорошо. Так, накидка на ножки я уже вам ее показал с бортиком. Она у нас внахлест в Одессе идет сверху. И, соответственно, ребенку продувать вообще ниоткуда не будет. Этот весь материал очень плотный, непродуваемый. Поэтому с непогодой справиться очень хорошо. Давайте заглянем в люльку, посмотрим, что там внутри. Я говорил, она большая. Здесь у нас есть возможность приподнять. Вот видите, дополнительный бортик. Если нужно, ребенка чуть-чуть посадить, когда уже это будет возможно. Здесь есть такая возможность. Основание у нас деревянное. Вот за эти деньги деревянное основание это еще большая редкость. Матрасик у нас, вот видите, хороший, нормальный, такой плотненький. Не тонюсенькая какая-то фигня. Абсолютно стандартный, хороший матрасик. Вот. Давайте теперь посмотрим, что у нас в основании люльки. Можно ли ее ставить на пол, не запачкав. Да, все окей. Четыре ножки. Само основание конструкции. Она нам не даст запачкать. Видите, как здесь все хорошо сделано. Просто ставим и не боимся, что она там. Что-то с ней случится, короче говоря. Смотрите. Чтобы ставить люльку, в комплекте идут вот такие переходники. Они приподнимают ее чуть-чуть повыше. Поэтому люлька устанавливается с помощью вот таких. Они в комплекте идут. Так. Сейчас поставим сюда прогулочный блок. Блок, естественно, реверсивный. И по ходу, и против хода. Это само собой разумеющееся. Так. Давайте теперь пока о ручке поговорим. Тоже эко-кожа. Причем приятная эко-кожа. Не дешманская какая-то фигня. Опять же, вспоминаем цену. Ссылка внизу в описании. Друзья, посмотрите и потом поймете, о чем я сейчас говорю. Качественная эко-кожа. Ровная прострочка. Удобный, приятный. Такой хват уверенный. Естественно, телескопически можно регулировать. Для высоких людей эта коляска очень хорошо подойдет. Потому что ручка телескопическая. Мы дальше от коляски становимся, когда поднимаем вверх. И рама здесь идет не от колеса к колесу, а поднята вверх. Чтобы не пинать ногами при быстрой ходьбе, высоким людям. Просто отлично. Так, что касается прогулочного блока. У нас есть смотровое окошко. Окошко смотровое на магнитике с крышечкой. За эти деньги это редко бывает. Поэтому, конечно, цена-качество тут удивительное соотношение. Просто здоровенный козырек. Больше, я считаю, точно не нужно. Вот наклоняем. Ребенок спит. Давайте посмотрим, какие градусы здесь. 120 сидим, 170 лежим. Вполне себе очень даже хороший вариант. Так, давайте заглянем. Посмотрим с вами на самосидение. Спинка здесь очень высокая. Прям вот очень высокая спинка. Естественно, жесткая. Пятиточные ремни. Мягкие накладки есть везде и на паховой зоне. И приятный бонус. Есть вот такая вот перемычка. Вдруг не захотите пристегивать, ребенок у вас не проскочит, не упадет и все ок. Бампер у нас как калиточка откидывается, но только он откидывается, естественно, без этой перемычки. Вот так вот убирается полностью. Удобно будет посадить ребенка. Подножка у нас здесь тоже, естественно, имеется, регулируется. Вот здесь она пластиковая, мыть легко. У основания не ткань. А вот здесь вот кожа, чтобы, опять же, можно было спокойно за ней ухаживать. Давайте взглянем, что у нас в комплекте, кстати, идет. Так, адаптеры высоты в люльку. Это я вам уже показал. Без них просто вы не поставите. Накидка на ножки у прогулочного блока, кстати, тоже есть. Прогулочный блок, люлька. В общем, удобно. И зимой тоже, имея накидку на ножки в комплекте, это очень здорово. Давайте, кстати, на нее и посмотрим. Накидка у нас, собственно, обычная. В большинстве колясок используется что-то подобное. Но на самом деле это я сейчас как плюс говорю. Потому что, опять же, вспоминаем стоимость. Напоминаю, ссылка внизу в описании. Пройдите, посмотрите. Могли положить и похуже. Нет. Положили классную накидочку. Видите, она у нас внахлёст закрывает ребеночка. Именно я имею в виду нахлёст под саму подножку она одевается. Видите, чаще всего бывает просто сверху. Тогда остаются зазоры, она продувает. Здесь у нас, вот видите, все четко можно поднять. Даже это вот так вот в большей степени делается. Вот. Здесь на кнопочках закрывается. В общем, все нормально. Накидка хорошая. Закрывается, видите, как у нас полностью. В общем, к непогоде будете готовы стопроцентно в этой колясочке. Обиженной комплектации здесь не будете. Так, что касается рамы. Давайте взглянем на раму. Рама классическая, простая рама. И это на самом деле хорошо, потому что сложные технологии, не самые надежные. Здесь все просто и понятно. Достаточно мягкая амортизация спереди. Колеса, естественно, можно заблокировать, чтобы где-то неровно. Какие-то проезжать. Сами колеса полиуретановые. Поэтому она и такая легкая. В общем, вот как есть. Тормоз нажали. Заблокировали. И надо чуть-чуть снизу подтолкнуть. И тогда разблокируется. Здесь нету снизу прорезиненной поверхности. Я бы рекомендовал в Максидоме, в Леруа Мерлене, где-нибудь. Для мебели есть такие специальные кубики, клейки. С обратной стороны приклеили. И обувь вы не покорябаете. Что касается багажника. Здесь написано, максимум он 2 кг выдерживает. Но на вид, на самом деле, мне кажется, 5-7 кг он выдержит. У него, скажем так, я так думаю, как показывает практика, обычно выдерживает. Но рекомендация производителя 2 кг. Здесь в основании вшиты пластиковые пластины, чтобы он не прогибался. В общем, все нормально продумано. Клиренс достаточный, чтобы на бордюры заезжать, не шоркать. При загруженности багажник не провисает. В общем, багажнику у меня претензий нет. В принципе, адекватный к нему доступ. Можно и спереди, и сзади попасть. В общем, все хорошо. Так, амортизацию сзади. Сзади тоже есть. В общем, все хорошо. И еще можете обратить внимание. Здесь есть маленький кармашек в спинке прогулочного блока. Так, теперь взглянем, как ее можно сложить. Эту колясочку можно складывать вместе с прогулочным блоком. Вот так вот берем. Видите? Это лучше ниже опустить, чтобы она ни обо что не билась. И здесь вот кнопочка и ручка. Нажимаем кнопку, тянем за ручку. И вот что мы получаем. Как по мне, прекрасный вариант. Все компактненько, аккуратненько. И самое главное, это с прогулочным блоком. Это большой-большой плюс на самом деле. Потому что, когда вы где-то, а еще и там мама одна, например, без мужа. Это нужно сделать с ребенком. Конечно, лучше, чтобы она складывалась вместе. Потому что отдельные блоки, это всегда доставляет больше неудобств. Вот, собственно, по большому счету, всю информацию, которую я хотел донести до вас, я вам донес. Выбирать, естественно, вам. Но я очень рекомендую. Если вы не гонитесь за брендами, какие-то там вот именитые коляски вам не нужны, вам это все параллельно. И вы не готовы платить большие деньги за коляску, то очень рекомендую взглянуть на нее. Потому что качество и цена, соотношение просто прекрасное. Вот просто очень хорошее. И причем гарантийных обращений очень мало. Прям вот очень мало. Это очень хороший показатель. Вот. Ну, в первой коляске другими колясками и не торгуют. Потому что очень тщательно все выбирается, прежде чем в магазин попадать. Поэтому рекомендуем. Обращайте внимание. Ссылка внизу в описании, напоминаю, есть. Если обзор понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А я хочу пожелать вам хороший выбор сделать коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах.